Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну и об экономике, о бюджете мы сегодня будем говорить с доктором экономических наук. У нас в студии профессор университета имени Страдыня Дайнис Зелманис. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем, наверное, с бюджета. Самая такая активная и насущная тема с экономической точки зрения. Если его можно оценить, что вы можете об этом сказать? Действительно ли все, как говорят нам политики, это все возможности, все, что можно из него выжить? И в том числе, конечно, медики, самая главная и актуальная проблема. Уже на прошлой неделе, после того, как приняли бюджет, уже начали говорить, что вот там можно, здесь можно, все-таки что-то можно найти. Что вы на этом можете сказать? Ну что, я могу сказать, что то, что это бюджет, впрочем, как и все предыдущие, это бюджет выживания. Это не бюджет развития. При том выживание, как мы это убедились, да, тоже с оговорками, потому что медики остались очень недовольны. Мы с вами наблюдали эти акции протеста. Такого еще в Латвии не было. Когда принимается закон, закон, понимаете, закон за невыполнение закона полагает ответственность, да? Я еще вспоминаю советские времена, когда план развития народного хозяйства, пятилетний план, да, тоже утверждался. Это был закон, и не дай бог его не выполнить, да? Не знаю, то ли, может быть, отделались бы административной ответственности, может быть, даже уголовной, да? А у нас очень за все, не получается. И те же депутаты сидят в Сайме, которые голосовали за этот закон, они с этим смирились, да? Не получалось. Ну, но ведь вот... Так просто, да? Ну, вот это, я не знаю, мы, по-моему, еще не осознали, какое это падение престижа государства, да? И что не говорил там наш премьер-министр, да? Я не знаю, и неужели и президент это так все подпишет? И это все так пройдет? Ну, я не знаю. Для меня это очень-очень-очень плохой знак. Но при этом наш премьер-министр, господин Кариндж, говорит о том, что у нас самые крупные бюджеты. Ну, во время принятия бюджета, может быть, так он этим не гордился, но там за месяц, за два месяца с гордостью говорил, что такого бюджета Латвия, независимое с момента возобновления, еще не видала, и что это как раз-таки бюджет развития. Понимаете? Да, это чисто формально он прав, да? У нас доходная часть консолидированного бюджета, чуть ли не привалила через 10-миллиардную, так сказать, еврорубеж. Но чем же он наполнен? Давайте разберемся, да? Вычислим помощь Евросоюза, уберем. Я-то, так сказать, живу достаточно долго на этой земле. Я помню, как в 95-96 году первое правительство Андриса Шкелы, и там был в Министерстве финансов пост, министр без портфеля по вопросам инвестиций. Представляете себе? У нас никаких европейских денег не было в то время, и в 90-е годы довольно бедно мы жили. Но было в Министерстве финансов министр без портфеля, который отвечал за государственные инвестиции. Сейчас я не знаю, у меня нет такого четкого понимания, как будут расходоваться эти деньги, какие инвестиции за счет государства мы будем производить. Это во-первых. Во-вторых, мы все прекрасно с вами знаем, как сократилось население Латвии. Значит, потребителей, которые делают покупки и каждый раз платят НДС, стало меньше, намного меньше. Но все равно у нас бюджет дошел до 10 миллиардов евро, доходная часть. Или, вернее, расходная часть. И когда я вижу, что, скажем, бюджет наш пополняется, да, я тут даже специально принес вырезку, да, за счет доходов, то есть налогов от азартных игр. Ну, слушайте, ну, немножко из истории Латвии, межвоенной Латвии, азартные игры были разрешены в самом начале 20-х годов. И то, в этих казино допускались лица, которые могли подтвердить, что у них годовой доход не меньше 12 тысяч Латов, то есть 1200 Латов в месяц. Огромные деньги тогда. Это по тем временам были большие деньги, да. Зарплата, скажем, мой отец был учителем, да, и у него 200 Латов, там, 250-300 Латов. Это хорошая, нормальная зарплата считалась. Значит, если у тебя, ты можешь доказать, что тебе доходы такие, ну, тогда, пожалуйста, и тебе не жалко своих денег, иди их там проигрывай, да. Но не для сбора, так сказать, ограбления бедных, которые наивно будут надеяться там что-то выиграть, но, как правило, 99,9% случаев проиграет. Наверняка проиграет свои последние денежки там. А где-то не то в 23-м, не то где-то вот в это время. Кстати, по предложению фракции социал-демократов, Сейм проколосовавшись за запрет азартных игр, что это аморальный, так сказать, способ обогащения государства, да. И я, сколько я побывал за границей, ну, я нигде не видел так, когда тебе бросаются глаза, идёшь по главной, скажешь, в улице Бриви, сколько мы там насчитаем казино, а там я не видел, они где-то, может быть, и есть, но надо очень искать их, да. И мы тут говорим, что вроде, мол, надо, надо тоже их как-то там позакрывать, да, но без этих налогов, да. Вот-вот, ну, это существенная статья дохода государственной, это азартные игры. И мне всё время такое ощущение, что у нас, как это по-русски, да, трошкин кафтан, что нам не хватает, но не тут в одну сторону, опять не хватает другим, да. И то, что, скажем, наш премьер, господин Каренович, где-то там в одной из своей речи где-то упомянул, что надо Латвии стремиться к развитию по образцу стран Северной Европы, ну, да, как раз так совпало, что мой научный интерес, да, в течение моей карьеры, да, академической, да, как раз связан с Швецией и тем, как они там развиваются, да. Вот, кстати, недавно вышла такая книга «Диалоги с Николаем Нейландом». Оба мы скандинависты, и тут и есть параграф, секрет, так сказать, зажиточности шведов. Как это они умудрились построить вот этот свой шведский социализм, да? И как это? Ой, это отдельная история, да, это я вам могу долго рассказывать. Но... Лучше Каринчу расскажите. Вот, ему бы следовало это прочесть, да, и если он имеет северные страны, и там входит и Финляндия, понимаете, ну, Финляндия, которая воевала, Северная война с Советским Союзом, но тем не менее они торгуют, торговали и торгуют очень интенсивно тогда с Советским Союзом, теперь с Россией. А мы повернулись спиной к своему соседу, который нас Богом дал. Вот такое место на Латвии, да? Но игнорировать такого соседа, такой рынок, да, в условиях, когда западники, очень-очень, так сказать, не брезгуют, да, даже мягко говоря, да, в этом рынке стремится занять побольше места, и в том числе и Финляндия. Но, скажем, что касается Швеции, вот вы упомянули в начале Алфреда Нобеля. Понимаете, вот один из тоже лауреатов Нобелевской премии, да, по экономике, швед Гуннар Нюрдаль. И вот он как-то хорошо сказал, что суровый ветер конкуренции закалили нас и вынудили стать новаторами. Вот и Нобель же изобрел динамит, вы правильно сказали? Почему? Потому что им надо бороться со скалами, да? Как это? Ну, вот кто будет в Стокгольме, я рекомендую прокатиться на метро. Там же сотни километров просверлены, да, или там в этой скалистой природе, да? И в шведском менталитете это новаторство, да, плюс государственная помощь. Сколько государств выделяет из своего бюджета на научное изыскание, ну, больше всего в мире. Где-то 4,3, да, я где-то последние цифры помню, из своего ВВП. А вы знаете, сколько Латвии выделяет? Сколько? Около половины процента, да? И господину Каренчу не стыдно говорить, что нам надо... Ну, стремиться надо к этому, но это, пожалуй, как, нехорошо сказать, как до солнца, да, Латвия, но очень-очень далеко. Кстати, в Финляндии где-то 3,9, тоже близко к 4%. Этот путь хороший, да, это позволяет им производить только новые, новейшие продукции, которые, хотя они, может быть, дороже, ну, поскольку она уникальна, да, ни у кого нет, а у нас есть, да, вот и маленькая страна, ну, кажется, втиснулась в мировой рынок, и пожалуйста. Если про ближайшего северного соседа говорить Эстонию, с которой мы частично берем какие-то модели, например, там ту же налоговую реформу брали частично, там эздоровье тоже брали частично, как это в Эстонии работает, но при этом вы вот тоже упомянули нашего восточного соседа, которым грех не воспользоваться, и Эстония умело так вот лавирует между НАТО, между выполнением тех обещаний, между тем, чтобы Путина пригласить к себе и продолжать какие-то отношения экономические, в том числе, почему мы какой-то опыт можем перенять, на это мы смотрим, а вот там то, что они как-то продолжают какие-то отношения, в том числе экономические, мы как-то прикрываем глаза, это не для нас, этот опыт не для нас. Вы знаете, я бы тоже вот как раз подумал, когда читал эту мысль, вычитал мысль Каренши, что надо образец врачей северной страны, северно-европейской страны, тоже мне эта мысль пришла в голову, что, а может быть, начать с Эстонии. Но как у эстонцев получается высшее образование за счет государства? Почему нам не получается? Ну неужели министру, скажем, сейчас госпожа Шупринская, неужели ее это не интересует? Министр финансов господина Рейера, да, и его сотрудников, его команду, это не интересует? Почему им? Мы в 90-м году, да, когда начали свое независимое развитие, мы все три прибалтийские республики стояли на, примерно на равном уровне. Но почему они вырвались вперед? Знаете, я, мне вспоминается такая интересная вещь, да, в свое время, там еще в 19-м веке, да, тут же были прибалтийские немцы, бароны, да, и вот такой барон Монтефель, не знаю, кому он писал письмо, в которое он сравнивал эстонских крестьян с латвийскими, латвийскими. и он отдавал препочтение эстонским. Те, как, вот скажешь, кажется, паши, как это, пахать, да, паши, так он будет пахать тебя, да, а латвийские, они им то петь, то танцевать, то, 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 то. Ведь какие слова в нашем гимне заложены, да, о чем мы просим Бога, дай нам тут петь и пласть описать, да, больше ничего им не надо. Хотя у нас есть, да, и другие, если там песни, я не знаю, как, насколько вы в латвийском, да, но есть, скажем, песни «Неви слинкоют ум пусту». Да, это работать надо, заработать, да, достояние, да. Ну, видимо, у эстонцев этого прагматизма, да, ну, где-то у них в генах больше, чем у нас, к сожалению. На чем в бюджете, вот мы про доходную часть говорили, помимо азартных игр, есть реальные моменты, и отрасли, на которых мы реально можем заработать в следующем году. И они прописаны, что вот здесь мы действительно будем зарабатывать, а не доставать, вытаскивать, собирать. Просить там у кого, у Евросоюза. Вы крепко задумались. Ну, мне надо крепко задуматься, знаете, да. Ну, что, греха таить, да, я даже был вот это в первом правительстве Андриса Шкелла, там министр финансов был, Айвард Скрейтус, и я у него работал советником и руководил его бюро. И бюджет, вот когда эта пачка, да, толстейшая, да, как он был написан в то время, то его можно, если бы было так сказать, ну, в нем разобраться что-то. Сейчас там три, да, там консолидированный, потом основной, потом этот, как его, не социальный, но... Социальный, да, социальный бюджет. И что там, как там, это до того сложно, что там надо столько времени потратить, чтобы найти интересующие из тебя вопросы, да. Я признаю, что я так там не копался на этот раз, да. Но так, если подумать... То, что звучит, то, что на слуху, о чем говорят. Понимаете, мы... Ну, вот тоже немножко могу похвастаться, да, мне очень недавно вышла монография, научная монография «Роль государства в рыночной экономике. Теория и практика», да. Там я рассматриваю, как развивались основные государства, да, и как там государство им помогало, да. Мы в Латвии начали с чего? Когда наш первый премьер-министр Ивар Годманс нас пытался убедить, что государство в экономику рыночную не должно вмешиваться. Рынок – это перфектный саморегулятор. Все поставит на свои места. Представляете? И поставило, да. Плюс мы повернулись спиной к России, и мы... Как мы можем войти вот этот западный рынок, да, кто нас там ждет? Там, знаете, какие локти, да, конкуренции? Попитайтесь, да. Швеции удалось в свое время, вот при помощи такой новаторской продукции, да. Они же чего только не изобрели. Не то, что там этот динамин, да. Есть такой Алфред Лаваль, инженер. так его этот молочный сепаратор и паровая турбина, да. Но это при помощи сепарации не только там сливки от молока, да, можно делить, но и вся нефтяная химия на этом зиждется, да. Ну, не буду все там хватает, но очень длинный этот список, да, вот этой книге упомянули, упомянут это, да, чего только они не изобрели. И если мы своей науке, при том у нас была Академия наук замечательная, да, столько институтов, да, и при каждом институте, что такое гриндекс сегодняшний? Это экспериментальный завод Института органической химии, да. Представьте себе, если есть такой замечательный институт, который, кстати, и до сих пор еще держится, при минимальном финансировании, да, они выполняют заказы крупных западных фармацитических компаний, производят новые лекарства, а Латвии от этого ничего, да, им на заработку, то есть за зарплату хватает от этого, они за этого и живут. Ну, опять-таки, если мы вот, ну, мы не по тому пути пошли, ну, вот, как это, Годман, этот, как я писал в этой книге, Годманский этот экономический паровоз, да, но не на тот путь нас завел, совершенно, но посмотрите, как заразвивалась Южная Корея, Япония после войны, да, не говоря о Китае, да, как, как там государство руководило экономикой, да. надевайте наушники мы уже увлеклись, да. Нет, там просто у нас разрываются телефонные линии, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро, с огромным интересом слушаю вашего гостя и с очень большим удовольствием, честное слово. У меня вопрос к вам, вот вы вот просто в конце, вот так сказать, сняли с языка вот мысль, скажите, пожалуйста, но если 27 лет мы не получаем, ну, мы, мы все жители Латвии, политики, академики, обычные, простые рабочие люди, результаты, которые мы когда-то там предполагали. Ну, может быть, имеет смысл поменять какие-то фундаментальные вещи, ну, у нас есть, ну, законодательство, наверное, нужно менять, нужно какие-то фундаментальные вещи на уровне, возможно, конституции менять. Ну, вы же согласитесь со мной или нет, что действительно пора уже менять вот эти вот базовые кирпичики относительно того, как мы вообще функционируем. Спасибо большое, удачи вам. Ну, все правильно, конечно, надо поменять, но попавайте. Как у нас выборы проходит парламент? Кто там побеждает? Ну, вот сейчас сбор подписей, пикета, это не может послужить таким, таким показателем? К сожалению, да, если, ну, может быть, коллега помнит, да, с чего началась независимая Латвия, да, с народного фронта. Кто там был? Кто руководил? Куда подевались все лидеры народного фронта, которые, честно, я так думаю, хотели, да, за, я тоже, мне когда спросили, вы за независимую Латвию, обеими руками, но не за такую, как сейчас, я извиняюсь, не по тому пути пошли, и то, что к власти пришли люди, которые, ну, почувствовали, что в этой мутной воде можно крупной рыбу ловить, и, ну, скажем, возьмем, один только пример, да, правительство, не Годман, не Совета Белушевал, Сбиркаус, был министром экономических реформ, Марис Гайлес, потом он сам стал премьером, да, какую реформу госуправления он произвел, что министерство, они создают политику своей отрасли, которая проводит жизнь агентства, то есть отделили от министерства функцию, внедрения, вообще полностью руководства своей отрасли. Зачем эти агентства? Ну, можно так, да, если, как говорится, богатые хохочут, а бедные как может, да, чтобы экономичнее было. Мы, во-первых, это дороговато, сколько агентств развелось, вы знаете, я боюсь эту цифру назвать, да, и сколько там работает народу, да, и сколько они получают зарплаты. Это, во-первых. Во-вторых, это они создали для себя электорат. Эти госслужащие, они же за власть придержавших всегда будут голосовать. И вот попробуй, их теперь, а, плюс еще граждане не граждане, да, Латвии, к сожалению, расколото не только по экономическим признакам, что было бы нормально в рыночной экономике, да, дайте развиваться рыночной экономике, так сказать, бесконтрольно, и моментально у вас будет сверхбогачи и сверхбедные, да, и государство должно заботиться, чтобы появился средний класс, да. Вот и у нас получилось, что мы, дали развиваться вот такой бесконтрольному, да, капитализму, который и показал свои лучшие стороны, в кавычках, да, и теперь, ну, я не знаю, очень трудно, если мы не расширяем электорат за счет еще существующих неграждан, да, если мы эту, как-то натурализацию еще не будем продвигать, то вот сложилось так, что электорат делится, вот скажем, та же самая Саскиня, да, она же сколько лет, из которой крупнейшая фракция, но ей не достает до 51%, и никогда не будет, и вот власть приезжающей, они там меняются местами, да, скажем, господин Пабрикс, ну, сколько партиях он побивал, я боюсь сказать точно, ну, четыре, пять, да, но это те же люди, они же меняются местами, только, название партии, и попытайтесь, да, вот, свергнуть их, да, у нас еще просто звонки не прекращаются, здравствуйте, пожалуйста, доброе утро, если позвольте, два вопроса коротких, вот, кстати, бюджеты освещались в медиа, была позиция, фонд зеленой политики, 60 миллионов, это про что, и второй вопрос, у человека звонил, изменения, каждую секунду у этой компании, 130 тысяч, во главе сейчас с Каренчем, растет зарплата, каждую секунду, то есть они привязаны к средней зарплате, у них растет, растет средняя, средняя растет, у них растет, зачем вам что-то менять, хоть одно, хоть один какой-то побудительный мотив, им что-то менять, но как бы хуже не делалось, у них все больше и больше будет зарплата, потому что она же у них растет, повторяю, средняя растет, у них растет, у них растет, средняя растет, и так далее, два вопроса, спасибо. Спасибо. Да, я даже не уловил суть вопроса, что было первое, Первое, кстати, тоже, что интересовало, забыл. По поводу того, что выделено на зелёное... Да, 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 60 миллионов, да, я вспомнил. Опять, ну, попал, товарищ, точку, да, это тоже меня всегда злит, почему мы тратим столько денег, вот чтобы ещё зеленее стать. Если мы возьмём, скажем, выбросы в атмосферу промышленности, оно же сократилось у нас. По сравнению с советским периодом, я не знаю, сколько раз, да. Если мы смотрим на сельское хозяйство, сколько мы искусственных удобрений туда, опять-таки, просто из-за бедности, да, что не крестьяне не могут позволить столько, сколько, скажем, западники, там, в Нидерландах или где-то там, да. Я помню, когда вот в Швеции, когда я там работал в 80-е годы, один фермер мне сказал, а сколько надо вырастить? Ну, 50 центнеров с гектара, пожалуйста, 70 хотите? Будет, пожалуйста, только давай, удобрение, да. Вот, опять-таки, мы, тут мы зеленее других наших партнёров по Евросоюзу, да. Электричество у нас, да, уголок, крутит своими волнами турбины, да. Кто ещё в Европе, да, западной, столько электричества производит в ГЭСах, да, гидроэлектростанциях. Так в чём проблема, в чём мы, по-моему, мы можем не цента тратить на это вещи, да. Ну, не надо, конечно, злоупотреблять, где-то там, мусорить, да, что-то такие глупости делать, это другой вопрос, да. Но тратить столько при нашей бедности, скудности нашего бюджета, выделять столько денег, чтобы стать ещё зеленее, да, только потому, что в Брюсселе кто-то там сказал. Ох, понимаете, это неправильно. И, кстати, мне всё больше кажется, что Брюссель, там управляют всё-таки крупные европейские страны, Германия, там, Франция, те же Ниерланды богатые, да, которые не заинтересованы, чтобы бедные, недоразвитые члены Евросоюза стали развитыми. Очень их устраивает статус-кво. И заставляет нас, я был очень удивлён, когда получаем денежки из Брюсселя. По расписанию, сколько мы можем, смеем тратить на то-то, на то-то, на то-то и на то-то. Приоритеты Брюсселя, не наши, где нам, скажем, если нам на развитие бизнеса, да, там где-то 7-8 процентов, а вот на зеленение там 24, да. Ну, посмотрите, ну... Бизнес по озеленению, значит, надо придумывать какой-то... Вот не совпадают приоритеты, понимаете? И поэтому я... Это... А, это... Профессор университета, да, журналистики, Абрам Клецкен, да, где-то сказал, что... Брюссель делает, чтобы мы жили чуть-чуть лучше. Но мы не нужны Брюсселю богатыми и развитыми. Так, чуть-чуть... Вот дорожку, тротуар там сделали где-то, да, поездить по нашим провинциальным городкам, приятно смотреть, да, только кто по этим тротуарам, да, освещенным, да, там, латерны, все-все, кто там ходит. Все меньше и меньше народу там ходит, к сожалению, да. У меня такой вот чисто технический вопрос. Движение развития ЗАМ предложило все-таки сделать более... Ну, бюджет дефицитным, и за счет этого все-таки выполнить обещания. И Каринч высказался резко против. Вот как ваша позиция? Может, ну, можно ли было бы все-таки увеличить дефицит? Да, очень больной вопрос затронули, поскольку мне тоже моя, так говорится, сущность экономиста, да, протестует категорически против того, как нам навязали эту финансовую дисциплину. Хорошо, есть эти мастерские, как их назвать? Критерии. Критерии, да, вот правильно, критерии. Но там же черным по белому написано, что дефицит госбюджета не выше 60%. В Латвии где-то около 40%. Дефицит бюджета – это разница между тем, что мы получим, и разница между тем, что мы… Да, 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 мы увеличиваем расходную часть за счет заема, да. Гособлигации продаем, кредиты берем, да. Почему нам, вот в таких условиях, да, тут недавно господин Павлев сказал, ну давайте возьмем за счет дефицита и профинансируем недостающие там… 60 миллионов. Да, то, что врачам было обещано, законом, да, ну это же, ну, и он на 100% прав. Но категорически, тут сразу оказывается нам такой бюрократический инструмент создан, да, Совет финансовой дисциплины, да. Господин Платайс там сидит, то сразу сказал, ни в коем случае, да. Господин Рейерс, министр, ни в коем случае. Так почему ни в коем? Потому что Брюссель придумал так, да. И тогда я вот задумываюсь, что они держат нас, ну не знаю, может быть, это прецедент с Грецией, да, когда они влезли в такие долги, да, так Брюссель это, как, не видел, да, не поняла, потому что есть огромная разница, куда тратятся эти деньги, которые за счет дефицита, да, бюджета. Или на инвестиции, которые там через, скажем, не пару или пять лет с такими, да, процентами вернутся, да, и будут прибыль приносить. Или на повышение просто жизненного уровня, да, когда давайте всем, всем хочется, большие зарплаты, как грек сделали себе, да, за счет кредитов повисили уровень жизни, да. И когда я по телевизору Евроневостей, да, Евронюс смотрю, как греческие пенсионеры чуть ли не плачут, как у него было 2400 пенсии, теперь 1700, ну, как ему прожить? Слушайте, ну, сколько у меня профессорская зарплата была, ну, половина того, что у него сейчас осталось, да, и как-то проживаю, живу, да, как-то, да. Понимаю, а греки подняли, действительно, за счет этих кредитов. Но, если мы, почему Брюссель не хочет посмотреть, а как Соединенные Штаты Америки развивались? Они где-то существуют, где-то 250 лет. Им за весь этот период, где-то, хорошо, если 10 раз был бюджет без дефицита. Кстати, последний раз Клинтон передал Буша юниору бюджет с профицитом небольшим. А так это, и сейчас у них дефицит, да. Посмотрите, как Китай развивался, как Корея южная, да. Это нормальный способ, который, кстати, научно обоснован, этот Джон Меннад Кейнс, да, авторитет для меня самый, так сказать, до сих пор, да, потому что он был за то, что дефицитное финансирование это нормальное, это хорошее, даже наоборот, он пишет, что бюджет без такого дефицитного финансирования это как бы, ну, пинокльпекая, ну, связанные ноги. Мы не можем быстро двигаться. Быстро двигаться, да, не разбиваемся. И я подозреваю, что нам это спущено сверху из Брюсселя тоже для того, чтобы мы, так сказать, не могли быстро развиваться. Если про обязательства поговорить, вспомнить, что год назад при формировании правительства нам обещали партии, прошлый бюджет, они назвали техническим, что они ничего не могут сделать в этом бюджете, у них уже были какие-то возможности для каких-то шагов реализации обещаний, которые они давали, и давали они обещания, практически все были связаны, конечно, с экономической ситуацией. И, в частности, например, партия для развития АЗА, которую мы сегодня говорили, обещала провести региональную реформу, которую сейчас проводят достаточно активно. В какие суммы денег может она нам обойтись, и что вы о ней думаете, насколько она экономически обоснована? Потому что именно экономической обоснованностью ее объясняют, что она так необходима нам для того, чтобы упорядочить и зарабатывать, и чтобы все было понятно и прозрачно. Я не совсем понял, что вы подразумеваете под экономические реформы. Разве там что-то есть? Региональная реформа, которая обоснованная тем, что нам надо для того, чтобы понимать, упорядочить, куда у нас утекает, где можно еще заработать, чтобы все было ясно и четко, нам вот эта реформа нужна. Понимаете, может быть, я не прав, но я считаю, что первое – это административно-тернаториальная реформа, которая в месте 26 районов, которые мы унаследовали, от Советской Латвии, и теперь у нас сколько этих? 140, 190, по-моему, да, что это, я согласен с позицией, как-то я слышал ради интервью с Сергеем Долгополовым, от Саскани, который сказал, да, почему они проголосовали за, потому что это абсурд, да, столько, это действительно, ну, никуда не годится. Ну, сколько тогда это был Шкелы, да, его партия, это на Таутас партии, народная партия проводила эту первую реформу, сколько там можно было заработать на этом, да, сколько денег было отпущено на эту реформу, и сколько них, по-моему, тоже и самим досталось, да, и теперь же та же ситуация, и опять это господин Пуца, да, очень, так сказать, хорошо, по-моему, разбирается, где что можно заработать, да, он вот хочет сделать эту реформу. То, что надо сократить, сокращать, да, эти новоды, да, когда я езжу, скажем, вот, ну, есть такие новоды, да, которые мне, ну, не знаю, ну, паргаояс новоц. Ну, что это такое, да? Где же у него центр, да, что это? Ну, это искусственно придумано, и столько, это, конечно, от этого надо отказаться, но что там сейчас творится, ну, я не знаю, поживем и видим, может быть, там где-то местные тоже, да, как сказать, князьки, да, где-то там своих интересов, да, берегут, ну, не знаю, ну, что получится, но я смотрю, что недовольство большое все-таки, да, он что-то, ну, очень усердно пробивает, и, видимо, пробьет это, да, и будет, ну, поживем и видим. У нас очень много звонков, наверное, попро... А, сейчас, следующую линию, тут не дождался человек. Доброе утро. Да, доброе. Очень приятно слушать вашего сегодняего гостя. У меня такой вопрос к нему. Мы все это знаем, потому что ваше радио постоянно слушаем. Выступает ли он по латвийскому телевидению и латвийскому радио именно для населения, латвийского населения? Спасибо. Ой, хороший вопрос, да. К сожалению, очень редко. На телевидении некогда, вот латвийское радио, однажды у меня на такой... Крустпункты у них есть, такая передача, да, там однажды побивал. Но, по большей части, мной интересуется, да, та пресса, которая на русском языке пишет, и вот радио, которое тоже вещает на русском языке. К сожалению, я бы поделился, но... Мыслями. Но книга на латвийском языке у вас. Книга, книга, вот первая, которую назвал этот... Роль государства, вторичная экономика, да, теории, практика, да. Там все на латвийском языке четко написано. Да, пожалуйста, ваш вопрос, да, Анису Зайл Малису, доктор экономических наук, пожалуйста. Доброе утро. Вот на прошлой неделе у вас выступал один депутат, Михаил Крецком, по-моему. Вот он говорит, если вы такие умные, ну, возьмите и сделайте. Идите в депутаты, так сказать, и все это продвигайте. Это депутат сказал нам. Он же знает, что никаких методов, так сказать, пойти туда и сделать, никаких самовыдвиженцев. То есть система не предполагает пойти туда и сделать. Ваш вопрос. Вот как вы по этому вопросу думаете, чтобы вы вот такие вот умные пошли туда. Хорошо. Спасибо. Я понял, что как вот ваши идеи можно облечь в какую-то вот политическую форму, чтобы дальше они работали? Да, этот вопрос мне напомнил, это, по-моему, американцы любят говорить. Если ты такой умный, где твои миллионы? Там все измеряется. Есть миллионы у тебя, ты умный, если нет, значит, ты глупый. Ну вот, понимаете, я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я думаю, что академическая среда, она для того и академии науки, это для того, чтобы изучать науку и обосновать те шаги, которые власти имущие должны прислушиваться, что им говорят наука, и это претворять в жизнь. Тот же самый Иварс Годманес. Ну, кстати, мой студент в свое время, да? Я его политэкономии и капитализма преподавал. Но вы довольны? Нет. Я был очень поражен, когда он уже не в 93-м году, в июле, да, кончились полномочия его правительства, и Биркаус пришел, да, премьерный министром стал. А он уехал тактиковаться в Западную Германию. И вернулся где-то к Рождеству поближе, и выступал на латвийской телевидении, панорама, да, у него берет интервью, и он с такой прямотой признается, только теперь он осознает, какие у него были плохие экономические знания. Я когда это слышал, ну, чуть ли не выругался и сказал, ну, это тебе не помешало реформировать, кавичках, латвийскую экономику. Вот с такими знаниями, да. И где-то я прочитал его коллега, Март Ларвистонии, он тоже в каком-то интервью признается, что он, перед тем, как стал премьер-министром, прочитал одну единственную книгу по экономике. И тоже это ему не мешало, но получилось у него лучше, кстати. Значит, сколько наш премьер прочитал, может быть, ни одной, да. У нас времени совсем мало остается. Если подводить итоги года, который уже вот практически закончен, может быть, самые такие громкие экономические события, в общем, как вы этот год оцениваете? Ну, не знаю, может быть, вы меня упрекнете слишком большим пессимизмом, но я таких светлых моментов не нахожу. К сожалению, да. Это не в этом году случилось, но когда вот Лепайский металлург ушел на дно, да, когда... Что мы сделали с своей банковской системой? Сами, своими руками. Вместо того, чтобы защищать, да, министр финансов, да, первая была, которая сказала, десять банков надо, мол. Опять мы за это будем... Очень это будет чувствительно, да. Я помню, когда еще Парикс, когда был живой, сказал, мы ближе, чем Швейцария, мы говорим по-русски. Я тогда думал, вот молодцы придумали, хороший маркетинг, кеттинговый слоган, да. Ну, мы и это упустили теперь, да. Эти денежки-то уплыли. Ну, можно подумать, что эти самые западные банки и все офшорные зоны, они же не исчезли. Только у нас, оказывается, отмыванием денег занимались. А у них нет. Ну, извините, да, не верю. Нам пора заканчивать. Доктор экономических наук, профессор университета имени Страдыни, Данис Зелмниц, был у нас в студии. Спасибо. Спасибо вам. Ой.